Тимур, приветствую тебя! Привет! Давай поговорим по поводу твоего последнего боя против Лендруша. Понятно, что прошло уже время, неделя даже, ну чуть меньше. И что можешь сказать по поводу этого поединка? Пересматривал ли ты его вообще? Я его несколько раз пересматривал, раз 15-20, наверное. Потому что я понимаю, что ты говорил после боя, это было, наверное, на эмоциях, а вот сейчас уже с холодной головы, когда пересмотрел по поводу результата, что можешь сказать? Ну, я считаю, что я этот бой выиграл. По моему мнению, 5-1, я все пять раундов забрал, из шести, потому что я всегда первый отдаю. Я всегда хочу понять, как человек будет работать и что будет делать. После боя ты сказал то, что у тебя гонорарная основа зависит от результата, то есть за бой и за победу отдельно. Вот в итоге ты сказал, наверняка Анатолий заплатит только за бой. Как получилось? Пока еще не дали денег, поэтому я думаю, надо разговаривать с Анатолием, надо общаться с ним. Я думаю, он сделает правильное решение в мою пользу, потому что, ну, если, допустим, он не даст за победу, хотя там явная победа, то я не расстроюсь, потому что это бизнес. Если, допустим, у нас мы вернемся опять-таки в бизнес, то он будет тут прав. Но вот у тебя вообще отношения с хардкором как сейчас складываются? Потому что не раз ты делал, ну, скажем так, может быть, шуточные, но все же выпады в их сторону. Ну, знаете, немного у нас такие подвешенные отношения, потому что они постоянно на меня газуют, я на них газую. Ну, как можно сказать своему чемпиону, типа, чтоб ты проиграл, мы тебя засудим, там, и так далее. Ну, я не держу на них ни на кого зла, я понимаю, это бизнес, это шоу, и мы здесь для того, чтобы зарабатывать. Я к нему нормально отношусь, но прям лично мы с ним не общаемся. То есть с Ульяновым лично не общаешься? Нет, ну, у нас есть с ним, понимаешь, вот он может подойти и сказать, как он ко мне подходил, типа, билеты на Лендруша мало берут. Я говорю, ну, а что мне с ним еще делать? Я говорю, я уже не знаю, как качать. Я говорю, по грязи я не пойду, потому что Лендруш как-никак был моим другом, и все. А вот ты рассказывал историю, то, что благодаря нему там ты пришел в бокс, или он тебя учил, это что было вообще? Нет, это просто дань уважения, так-то не благодаря ему я пришел в бокс. Он его тренировал или что? Мы были раньше с ним в одной команде, но видите, когда мы были в одной команде, он там старый спарринг 2021 года выставлялся и радовался этому, что вот я отключил и так далее. Любой боксер и нормальный человек вам скажет, что спарринги это ничего не решает, это обычно плохой день на работе. Вот учитывая, как ты провел свой последний поединок, есть ли, ну, грубо говоря, сомнения, что бой с Магомедом Исмаиловым состоится, что, может быть, хардкор, ну, не то, что даст заднюю, наверное, это неправильно будет сказано, да, вот то, что скажут, что ничья, и, может быть, этот бой сейчас не настолько интересен им будет. Вот ты как на это смотришь? Я думаю, хардкор не даст заднюю, и я думаю, этот бой по-прежнему интересен, потому что все видели, я выиграл этот бой, и единственное, что это Алимбет выиграл в этом бою, очень большие деньги. Кстати, Аня, разговаривал по поводу этого с руководством лиги, потому что ты же просил, чтобы не было ничьи, мы тебе задавали после боя вопросы журналистам? Я хочу, честно говоря, задать этот вопрос уже на конференции, я хочу разнести вот именно по фактам, хардкор, хочу сказать, вот такая, вот такое было, вот здесь, вот так, вот так, вот так, но я не хочу оставлять это забыто или что-то, как-то я хочу понять, как они мне будут отвечать на эти вопросы, ну, и чтобы все это слышали, потому что, ну, перед теми они говорили одно, а получилось совсем другое. Вот ты сказал то, что хочешь поставить хардкор там, да, на место, ну, то есть, газануть на них, если мы рассматриваем вариант боя с Магомедом Исмаиловым, ты рассматриваешь вариант, что это может состояться вне хардкора? Да, конечно, какая разница, где с ним драться? Ну, мне разницы нету, я везде могу подраться, могу у Кимча на канале подраться, если он заплатил на подкасте. Ну, то есть, вообще не принципиально? Нет, нету принципиальности. И последний вопрос, с кем хотел бы, может быть, кроме Магомеда Исмаилова, вот, разделить ринг? Артем Резников, Эдуард Вартанян, ну, это звезды СНГ, поэтому я думаю, что с ними. А возвращение на кулачку твое реально вообще в ближайшем будущем? 20 лямов, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров Н.Александрова